И еще из новостей экономики, которые касаются многих россиян. Те, кто родился в конце 60-х и позже, сейчас стоят перед выбором, что делать с пенсионными накоплениями. Причем времени на принятие решения остается все меньше. Тем не менее, большинство, которых принято называть молчунами, по-прежнему занимает выжидательную позицию. Всегда ли такое молчание обернется в дальнейшем золотом, выясняла Наталья Семенихина. Очереди не больше, не меньше в отделениях пенсионного фонда. Все как обычно. Хотя чисто теоретически у миллионов работающих россиян есть повод до Нового года зайти в ближайший офис фонда. Почти половина из тех, кто имеет право на выбор накопительной пенсии, а это все, кто моложе 67-го года рождения, пока им не воспользовались. Молчуны говорят про них. Молчат, может, по незнанию, что меньше чем через 20 рабочих дней выбора уже не будет. А может и с расчетом. Слово молчун носит какой-то такой не очень позитивный оттенок. Поэтому я бы сказал, что это не молчуны, а те граждане, которые сделали сознательный выбор в пользу распределительной системы. Систем, собственно, две. Распределительная и накопительная. Разница в том, куда идут взносы, которые каждый месяц делает за нас на нашу будущую пенсию работодатель. 22% от зарплаты, разумеется, официальной. Пока два потока. 16% в так называемый общий котел. Оттуда выплаты пенсионерам нынешним. Страховая пенсия. Ее государство индексирует ежегодно. 6% на личный счет работника. Это накопление. От инфляции не защищены. И нужен управляющий, чтобы вложил деньги в дело. По сути, заработал для нас. По поводу накоплений и нужно определиться. Копить дальше или полностью доверить формирование пенсии государству. Все 22% пойдут тогда в страховую часть. Это вариант и для молчунов. Ольга Лапшова не из тех, кто молчит. Еще несколько лет назад стала клиентом негосударственного пенсионного фонда. Накопительную часть могла бы сохранить автоматически. Но решила отказаться. Такое заявление тоже нужно подать до конца года. Личный счет пополняться больше не будет. Но что накоплено, будет работать. И позже добавится к пенсии. За это время я поняла, что необходимо следить за доходностью негосударственного пенсионного фонда. И что не всегда эта доходность положительная. Я приняла решение, что я больше не хочу этим заниматься. Я хочу отдать все деньги государству. И чтобы государство заботилось о моей пенсии. В будущем году, впрочем, не только для Ольги, но и для тех, кто за накопление, новых поступлений не будет. Из-за непростой ситуации в экономике их заморозили еще на год. Бюджету нужна поддержка. Но пенсия ведь не завтра. Даже самым старшим из тех, кто может выбирать ее структуру, работать еще лет семь. Поэтому стоит взвесить и плюсы, и минусы. Накопительная первая, она лично ваша. Второе, вы можете ее завещать. То есть, если человек не доживает до выхода на пенсию, до первого получения выплаты, то она наследуется. И вы можете ей управлять, ну, насколько это возможно. То есть, ее можно направить в государственный пенсионный фонд, который можно выбрать в частную управляющую компанию. Или выбрать стратегию государственной управляющей компании. Тут смотрите на надежность и доходность потенциального управляющего. Советуют в пенсионном фонде. И самыми надежными называют себя. Хотя признают, денежные результаты у негосударственных фондов лучше. Но риски выше. Могут быть потери. Номинал страховых взносов, который в их пользу перечисляет работодатель, гарантируется государством. И поэтому номинал всегда будет сохранен. И он не может быть утрачен гражданином. А вот инвестиционный доход, он может быть утрачен. Это, собственно, тот процент, что может заработать для нас управляющий. А пока эксперты признают, нарастить накопление не очень-то получается. Плюс он гипотетичен. Он состоит в том, что в негосударственном пенсионном фонде доходность может быть выше инфляции. Минус он очень практический. За прошедшие 10 лет доходность, которую показали негосударственные пенсионные фонды, была в полтора раза ниже инфляции. И лишь тем, кто только начинает работать, можно не спешить с ответом иметь или не иметь накопительную пенсию. По закону у них на это еще 5 лет. И кто знает, будет ли прежней пенсионная система. Сначала из Центробанка, а теперь вот из Минфина прозвучали заявления, что готовится новая модель управления пенсионными накоплениями. Подробностей пока нет, но идея понятна. Подтолкнуть россиян еще и самостоятельно копить на старость. Наталья Семенична, Екатерина Овсянникова, Владимир Беляев, Дмитрий Олин. Первый канал.